Спасибо большое, Митяй. Здравствуйте, уважаемые зрители в зале, здравствуйте, уважаемые зрители в интернете. Наконец-то начинается у нас лан-часть, такая вот прям лан-лан-часть команды на сцене. Представлю вам студию аналитики. Сегодня Сергей Ревин, Ярослав Кузнецов. Добрый день. Ну и сразу давайте перейдем к самому главному и, наверное, всех волнующему. Расскажи про квалы. Как сыграли вчера? Начинаешь ты? Ошиблись. Ошиблись. Хотя, видишь, команд мало. Этот вопрос меня особенно волнует, конечно. Вальва, к сожалению, на мой взгляд, никак не поддерживает этот климат, чтобы людям было интересно туда регаться. Нет никакой от них ни рекламы, ни информации внутри клиента как бы толком. Люди даже не в курсе, наверное, многие. В итоге команд было мало, поэтому очень много сильных коллективов зарегистрировалось. И сильных миксов. А, так скажем, более-менее слабых команд было мало, поэтому мы буквально во втором раунде попали на довольно серьезных ребят. Ошиблись по пику, как мне кажется, да. Ну, сейчас многие ошибаются по пику, я так полагаю. Там ребята взяли просто лондруида, и на этом наша игра закончилась. Лондруид сильный, несмотря на то, что его порезали. Все равно, конечно, герой вызывает определенного рода опасения. Он вчера был в бане, по-моему. Да, да, да. Вот я как раз про это же хотел сказать, что в основном он сейчас, конечно, в бане у тех, кто уже разобрался. Ну, как профессионалы-то, я думаю, практически сразу начали играть скримы друг с другом. Ну, очень важно поиграть тоже с людьми, которые шарят, чтобы, ну, что-то выяснить. Пару раз с этим лондруидом поигрались, я думаю, все. И говорят, нет, пока вот этого парня мы отложим, в бан его засунем, и просто не будем с ним связываться. Потому что законтрить крайне тяжело. И до этого патча лондруид был очень сильный порой. И на галдже. Здание ломает очень бодрое. Слушай, у него такая ситуация в жизни возникает у лондруида, что он вначале на первом уровне, он может быть и послабее, хотя у него сейчас корни с первого уровня, поэтому тут еще, как говорится, бабка надвое сказала, непонятно. Но, по крайней мере, у него там у лондруида, ну, у Сумона 30 урона, он там сам очень дохленький. Но время идет, лондруид, этот его Сумон, точнее говоря, растет вместе с героем. И на каких-то 20-х уровнях он уже намного сильнее, чем был. Ну, а рассказывать, что будет, если он когда-нибудь возьмет 30-й, например, уровень, ну, это, в принципе, не хочется этого видеть. Конечно, его уже зарезали довольно значительно, но все равно герой очень серьезный. Вот, поэтому этот лондруид нас победил. И я хотел бы посмотреть на лондруиды в исполнении профессиональных команд, которые здесь. Не дают пока шансы. Но мне кажется, что и не дадут пока что, да. Слишком вот есть такие герои противные, можно, наверное, придумать, можно посидеть, хорошенько подумать, а как бы нам с ним сыграть, как бы его законтрить, да. Но гораздо проще, как правило, в начале, особенно, когда было мало времени на подготовку, от таких героев просто избавляться. Ну, зачем лишний раз придумывать целую стратегию против одного героя, если есть, в конце концов, три бана? И гораздо проще всю стратегию свести к тому, чтобы забанить одного героя и не придумывать велосипедов. История про Морфа Шейкера, который в итоге выиграл последний мейджор, Сергей. Вчера целый день в драфте были, красный лондруид, он в первую стадию уходил постоянно. Его просто не было видно на регулярной основе. Посмотрим мы, наконец-то, на команды, которые вот непосредственно на лане будут играть. Да, париматч, финал париматч-лиги у нас главным образом, ну, это событие, которое, прежде всего, очень круто совпало с началом этого патча. И мы прямо вот все вот эти тренировки, можно сказать, в боевых условиях наблюдаем, потому что времени нет. Париматч-лиги повезло, на самом деле, в этом плане, потому что, естественно, дополнительный ажиотаж. Практически вчера же у нас, получается, был первый профессиональный матч на новом патче. Да, так и было. Да, и выполнена париматч-лиги. Какие вообще вот такие? Я вот заметил вчера Баклер ВП очень активно покупали на каждую линию по Баклеру. Слушай, очень хороший статовый предмет просто. Для начала у тебя в райт-кликом покупаешь, приходишь, тебе статы дают и армор, да, плюс два в ауру. Да, ауру плюс два армора, и герою, и крипам можно отключить как базилку. Соответственно, чтобы не пушить линию, например, можно включить, чтобы пушить линию, в зависимости от надобности, так скажем, и ситуации. Баклер, ну, видишь, они сделали три предмета, как раньше стоил и баклер, и хедресс. Ну, базил был самый дешевый, поэтому мы его покупали прямо на первые деньги иногда. 500. Ну, даже чаще, часто практически все так делали, на хардлайн приходили прямо с базилом. А хедресс и баклер было не купить. Баклер вообще стоил слишком дорого, его в принципе нельзя было купить. А хедресс можно было купить на все деньги, по идее, он ровно 600, что ли, стоил. Ну, короче, а сейчас все по 450, и ты можешь взять, учитывая, что курицы есть подлетающие, то есть ты можешь взять на линию, например, ну, это чаще... Варды бесплатно. Да, варды бесплатно, курица, все бесплатно, и курица у тебя есть. То есть ты можешь взять себе на первые же деньги, например, баклер, чаще берут, например, на сложную, на легкую пореже, но зависит от героев. И буквально с первых баунти-рун поднести себе дополнительные там танги или манго, или типа того, и как бы у тебя получается и баклер, и расходники, все как бы есть. А баклер просто хорош, ну, даже встреча на руне элементарная. Две брони, это очень много для первого уровня, ауров две брони, если вы там встречаетесь три в три, например, какая-то драка, если у одной команды будет баклер, а у другой не будет, то команды без баклера, точнее, ну, три игрока без баклера, они, скорее всего, проиграют. Притом там даже почти не зависит от того, какие герои. Шесть брони на троих, это огромнейший буст вначале. Просто из-за тычек, так скажем. Добро пожаловать в 2004-2005 год. Ровно 15 лет назад, когда на линии все приходили, там никто не брал расходников. А потому что их не было? Нет, они были, но очень дорогие. Фласки стоили, они стоили по 400, танго, в принципе, еще не было. Не придумали. Да, и приходили все вот с этим периодическим регеном. На ману ты брал базил, и твой тиммейт, соответственно, брал реген. Стояли двойками, и ты потихонечку регенился. А такими прям жесткими расходниками, их, ну, там, мне кажется, лет, год через три-четыре только начали пользоваться. Ну, у нас действительно очень много возвращения в прошлое. И вчерашний день закончился нагой и дарксиром. Вот эта вот комбинация с сон-вакуумом. Ну, это сразу было понятно. И много-много. По поводу мета еще какие-то интересные вещи, может быть, заметили, хотите рассказать. Вот лондруид у нас. У нас есть вот эта вот тенденция с покупкой баклера. Что-то еще? Ну, слушай, мета, по крайней мере, сейчас как все это выглядит. Ну, мне не очень нравится, на самом деле, честно скажу, заранее. И вот эти баклеры всякие с хадресами. Просто к чему это ведет? К тому, что все должны купить одно и то же. Где, ну, вариативность пропадает. То есть такое ощущение, что скоро придет к тому, что все будут покупать эти баклеры, их адресы, базилы на все линии. Потом будут из них там собирать ауры. И, в общем-то, все сводится к тому, что все набирают вот кучу аур и идут драться. Не очень круто, потому что от доты хочется вариативности, когда каждый герой, для него должны быть свои предметы, а не всем по баклеру. И также вторая штука, которая тоже, в общем-то, сводит все к одному, ну, как бы к одинаковому абсолютно стилю. Сейчас, по-моему, и вроде как так и есть, еще более важно, чем раньше, а раньше это тоже было важно, выиграть линии. То есть раньше это было очень важно, но сейчас это еще более важно. То есть если ты сейчас задоминировал линии, закомбетчить как-то крайне сложно. Если тебя отсекают от двух аванпостов, от четырех рун, от там половины леса, предположим, и запирают в треугольники, и раньше камбэкнуть было тяжело, а сейчас как? Все, ты остаешься без денег, без опыта, без предметов, вообще без всего. И, ну, а получается, что если ты не выиграешь линии, то тебя и запрут. Ну, немножко ситуация улучшила то, что теперь по три предмета выпадает. Ну, немножко, но все равно. Ну, скажем, если ты заперт в треугольнике, предположим, то шанс того, что тебе быстро выпадут три предмета, очень низкий, там не так много крипов. Тебе выпадет один предмет, ну, предположим, вот ты зафармил треугольник, один выпадет, может, кстати, и не выпасть, в принципе, может не повезти. А второй может выпасть там еще через несколько минут. А если команда противника зафармливает при этом там весь свой лес, там часть твоего, то, скорее всего, они получат два, то и три предмета чуть ли не на первой минуте. И сразу бустанутся. И при этом ты теряешь и руны, и аванпосты. Все, короче, против тебя, если ты проиграл старт. Это мне не очень нравится такая дота, честно скажу. Но зато она активная очень. Из-за как раз вот этой смены меты у тебя более жесткие персонажи. Почему вот эта Веншфул Спирит появилась, допустим? Она очень классно сочетается с таким героем, как Лешак, допустим. Вот ты приходишь, и ты прям с первых нюков можешь убить героя. Потому что, ну, герои довольно-таки слабые приходят. Вот у тебя два стана, стана из Шака очень долгий, и очень много дэмэдж наносит и Веншфул Спирит, соответственно, тоже. И тебя просто могут убить, если хороший тайминг выдержать. Вот эти два героя могут тебя растерзать. Если ты там Веншфул Спирит с другими персонажами как-то будешь там пытаться синергировать, то это может не выйти. У тебя очень классные персонажи на миде, опять же, появились. Они как бы были, но именно вот эти универсальные ребята, они сейчас очень сильно котируются, которые имеют хороший пуш-потенциал и дэмэдж по творам. Это Shadow Fiend, у которого как раз аура есть. Это Templar, которая у нас заходила, которая у нас, в принципе, из моды не выходит. Лондруид, опять же, тот же самый, который этого аура сносит. И герои, которым помощь не нужна, они сами по себе, они сами себя хозяева. Они классно фармят, классно ставят мидл, они могут там подфармливать леса без каких-либо проблем. И это очень круто все тебе в пуш-стратегию, именно в это давление сочетается. Вопрос, ну, тут у меня ряд вопросов есть. Ваше мнение по поводу вот мида сейчас. Он выглядит, как бы его немножечко выходы с мида боковые, их немножко приблизили. И такое ощущение, что мид выглядит теперь максимально опасно. То есть можно с любой стороны обойти, там нигде не спрятаться. Если открыть предыдущий патч, то там прям ты чувствуешь себя комфортно. То есть к тебе тяжело зайти слева-справа, все можно спалить. Здесь же абсолютно с любой стороны. Вот как это скажется? Ну, как тебе сказать, вышки все равно довольно близко. То есть прям, собственно, когда перестали сильно гангать мид, и это вот отошла вот эта вот история. Раньше же было как, ну, раньше, там, три года назад, например, мид, это был проходной двор. Там нон-стоп какие-то ганги, там по три героя прибегало, что-то там все время непонятно, что происходило. Часто в мид даже брали уж каких-то паков, не потому что он там суперкрутый мид стоит, а потому что он просто может уйти от ганга элементарно. Да? То есть были даже такие, как бы, уже истории. Квин оф Пейн приходил, потому что есть блинг, и просто там ее невыгодно гангать приходить. Когда вышки подвинули, мидеру стало стоять в любом случае проще, потому что, ну, залетать под вышку тяжеловато, а потом еще вышки начали давать ауру брони, и как бы на мидера запрыгивать под вышку тяжело. Поэтому я не думаю, что прям изменится суперсильно с точки зрения ганга мида эта мета, потому что это слишком рискованно. Ты уходишь с линии, пока ты ушел с линии, там твой союзник проседать начинает очень сильно. Ты приходишь в мид, не факт, что у тебя там что-то получится, а если получится, то, ну, если будет что-то получаться, то, возможно, ТП будет на сейв, ты еще там не отдаешься. Поэтому то, что все изменили в миде, вряд ли придет к тому, что мид будет прям суперчасто гангать, как мне кажется. Но зато там просто довольно интересные стали возможности для того, чтобы побегать. Опа, а это роман. Это роман. Это автограф-сессия, да, я так понимаю? Или фото-сессия, в смысле? Фото-сессия с романзесом. С романзесом. Вот. Но там, например, теперь можно как бы вообще мимо мида пройти куда угодно. То есть ты как будто бы приходишь в мид, но ты просто как-то мимо идешь и между двух вышек там куда-то просативаешься. Очень много вот стало дополнительных профилей. Знаешь, что стоит обсудить? Не вот ганг мида, а именно, знаешь, как раньше было? Ты берешь там, допустим, себе фест пик или секонд пик, да, который там, ну, считается более крутой, потому что ты закрашиваешь это ласпиком. А вторая команда, она выбирает себе сторону, за которую играть. Ну, многие команды, они предпочитают играть за Радиент, потому что у тебя и шрайн более круто расположен, у тебя и кемп на миде как раз есть, который ты можешь подфармливать, который ты можешь стакать. У Дайр это все намного сложнее. У тебя шрайн от Рошана неудобно расположен. Опять же, тебе вот этот кемп, который на хай-граунде находится, где может таражский герой стоять, он тоже очень неудобно расположен. А? Был или сейчас? В прошлом патче, в этом? Был, был. А сейчас у тебя очень круто подвинули. У тебя и шрайны стали... Они практически симметричны стали. Да, они симметричны. И вот как раз уравновесили как раз и Радиент, и Дайр в сторону. И вот на это стоит обратить внимание. Потому что сейчас без разницы, за какую сторону играть. Карту переделали, переделали очень сильно. И вот единственный такой получился, очень тяжело было отразить... Короче, Эншентов пришлось сдвинуть одной команде в малый лес, а другой в большой, для того, чтобы они относительно Рошана как раз таки были симметричны. Но вот я думаю, если бы не эти все нейтральные предметы и аванпосты, то мы бы больше обсуждали как раз изменения карты. Потому что изменения глобальные. Изменения сумасшедшие. Добавили каких-то... Теперь в лоу-граунде все крипы, которые на миде. Хай-граундов стало... Они стали меньше по площади. Сама карта, притом, ну вот мы все пытались понять, мы так и не поняли. Она то ли визуально стала больше за счет чего-то, то ли она реально стала больше на самом деле в каких-то местах. Мне кажется, лес просто убрали чуть-чуть, и тем более вот таких открытых пространств стало больше. Да, там стало... Короче, карта сейчас, она очень интересная с той точки зрения, что, например, как-то вардить ее и девардить катастрофически тяжело. Притом сделано так, в отличие от прошлого патча. В прошлом патче варды на вот этих вот горках, ну, горах, где глаз, блин, нарисован, они были в некоторых местах даже не самые лучшие, как ни странно. То есть были варды просто элементарно лучше. Ну, а на горы вообще варды ставили, ну, там, профессионалы и хай-левел игроки, только при пуши, как правило. Ну, ты пушишь вышку, ты ставишь туда вард, его сломают через минуту, но ты там вышку забрал, ушел, все, вард вы сломали, но для того ты его и ставил, чтобы просто вот здесь сейчас получить вижен. Сейчас этих гор стало так много, и на них реально лучшие варды получаются. Там просто есть какая-то гора посреди родинского леса, которая видит вообще все. Там просто стоит гора, которая видит все. И, соответственно, ну, туда ставить варды не хочется, а вот если их ставить не туда, и все их будут ставить не туда, то раздевардить карту, если ты не видел заранее, куда поставил противник вард, очень тяжело. Катастрофически, огромные расстояния, огромные площади, вард можно стать где угодно. И, в принципе, я и в прошлом патче это говорил, но так к этому и не пришло, хотя кто-то иногда это делал. Короче, мне кажется, сейчас покупка раннего гема и грамотное его использование, да, учитывая, что у тебя еще есть свой курьер, которого ты можешь где-то постоянно вот рядом возить. Или выбивание гема, может быть. Ну нет, я имею в виду... Или когда курьер использует предмет. Я имею в виду, что ты можешь, в отличие от того, как раньше было, ты взял гем, ты проверил часть карты, и если ты боишься им рисковать, ты его оставлял, забирал курьером. Но использовать так курьера единственного довольно тяжело, потому что он там кому-то нужен сейчас, а ты его хочешь вот здесь, а у тебя есть теперь свой на саппорте. И, в принципе, в один момент, когда особенно курьер получает ускорение вот это вот, можно покупать гем, проверять лес и забирать его на базу, чтобы им не рисковать в случае чего. И, мне кажется, к этому могут прийти. Потому что сейчас, ну, это ты либо некра покупаешь, либо находишь предмет, который работает как гем, что, кстати говоря, немножко имбово, либо ты покупаешь гем. И иначе с вардингом и девардингом большие проблемы могут возникать у всех. Тут неважно, насколько ты хорошо или плохо играешь. Ты играешь в рулетку, противник может поставить вард как угодно, варды, при том, бесплатные, то есть они всегда у всех есть, а синтри кончаются. И как обычно такие хитрые варды находят? Либо на тебе что-то сделали, какой-то там килл, и после этого тауру сломали. Либо просто этот вард не палит специально. Как раз ты по нему бегаешь, тебя специально не приходят убивать, но все твои передвижения видны. Он такой стелс вард стоит, и если тебя пойдут убьют, то его собьют. Ну, соответственно, ты прочитаешь, да, что здесь где-то вижн стоит, где-то прячешься, там ночь тоже какой-то вижн определенный тебе ночью даст. Поэтому этот вард сразу раздевардит. И некоторые команды делают так, что вообще в ту зону, куда ты поставил вард, они туда не приходят специально, они делают определенные какие-то действия. Да, просто смотрят на тебя и получают информацию. По поводу увеличения карты, вот здесь, мне кажется, очень сильно играют аванпосты. Раньше тир-один вышка на легкой линии, она, в принципе, была не нужна. Ну, ее можно было отдать, и ты ничего не терял. Сейчас, получается, тебе эта вышка очень нужна, чтобы контролить шрайн. Более того, сами... Ой, не шрайны, извиняюсь, аванпосты. Более того, сами аванпосты находятся очень далеко, и получается, если раньше вот эти вот зоны, они были ненужные, за них никто не дрался, там вообще никого не было уже начиная с 30-й минуты, то теперь, получается, туда постоянно кто-то приходит, может быть, за счет этого как раз карта стала вот именно как раз-таки шире. То есть она стала использоваться практически вся, от правого края до левого края. И еще одна вещь, ну вот мы ее уже начали обсуждать, так, у нас вчера была одна игра просто, которую команда Спирит проиграла, но тем не менее она на этой карте убила 15 курьеров или что-то около этого. То есть раньше как? Убийство курьера это очень много, это очень плохо, потому что ты обрезаешь пути снабжения всей команде соперника, ну и, в общем-то, ты молодец. Сейчас курьера... Ну, это сложно. Сейчас курьера убить легче, а если говорить о том, что их просто полно, Профит летал, там убивал любого курьера. Они медленные, они слабые, даже летающие курьеры медленные. Но убивая курьера, ты подрезаешь немножко ГПМ своему оппоненту, потому что курьер теперь дает ГПМ, и ты получаешь меньше. Вот это новая механика курьеров. Ну реально выглядит так, что в какой-то момент просто курьеры умирают всегда, абсолютно. Потому что они несут шмотки черт знает куда, там Коттл на 330 мс их режет. Что вот с этим, как вообще будет развиваться, на ваш взгляд, мета? Будет ли какие-то у нас сумасшедшие количество убийств курьеров в будущем, или что-то с ними сделают? Ну я думаю, мне кажется, что этот момент как-то будут менять. Потому что одно дело, если мы говорим о профессиональной сцене, тут люди, ну они скоро и привыкнут, и будут это контролить, и в конце концов будут уже и подлавливать этого фуриона. И уже это, как бы, короче, на любое действие найдется противодействие, и все нормально будет у профессионалов. Но мы же даже не забываем, что профессионалы это вообще капля в море, это даже не капля, их нет на самом деле, потому что в ДОТ играть миллионы людей, и там свои истории. И на 3К рейтинга, когда будет летать фурион и убивать всех курьеров, ну как бы там от этого будет бомбить. Очень серьезно. А там это происходит уже сейчас, в каждой игре. Потому что, ну а почему нет? А от этого вообще большой импакт? Ну типа много, достаточно много заиграет. Слушай, импакт не столь большой, но это очень приятно, на самом деле. Но не важно, какой от этого импакт. Важно, что это немножко поломанное. Ну, немножко поломанно выглядит, потому что есть несколько героев, которые это могут делать. Сейчас это фурион, потом это будет Рики, потом это будет баунтихантер и так далее. Ну, Рики, ну, Рики сейчас... Мы привыкли к тому, что это круто. Это если случается вот этот вау-момент, а сейчас это не вау-момент, то есть 15 раз за игру происходит. Ну да, ну, мне кажется, что что-то с этим сделают. Мне кажется, что что-то с этим сделают. Не знаю что. Как обычно, есть миллион путей решения, от самых простых до каких-то более сложных. Например, что за курьера перестают вообще давать за его убийство какие-либо деньги, и он только перестает давать... и деньги, и опыты, и он только перестает давать ГПМ, и сразу это становится намного менее актуально. Ну да, ты там, типа, убьешь курьера, ты отнимешь там чуть-чуть голды у противника, но как-то уже ради этого брать целого героя фуриона. Да, есть там более какие-нибудь изощренные методы. Например, сделать, что там курьеры... ну, сделать их просто более толстыми, чтобы их было сложно убить, или еще что-то, или еще что-то. Сделать их неуязвимыми первые там пять минут, например, что сильно тоже испортит все вот эти стратегии с убийством курьеров. Я думаю, с этим что-то сделают, я почти уверен. Вряд ли оставят так, как сейчас есть это, потому что вот это смотреть на 100 миллионов убийств курьера всю игру. Где-то случайно они просто умирают. У тебя просто герой, когда двигается за этими курьерами, у тебя нужно смотреть, что на лайнах происходит. Ты берешь этого героя под, ну, как бы, под убийство курьеров, но ты ослабеваешь свои лайны. У тебя на лайнах продолжает стоять герой и просто начинает душить тот лайн, с которого ушел вот этот персонаж. У тебя этот Паунтьхантер и Рик, это, ну, слабые персонажи, да, на суппорт роли. Они будут бегать по карте, ну, соответственно, у тебя где-то герой будет соло стоять, а это, скорее всего, боковые лайны, соответственно, у тебя в лайн это точно будет проигран. Начус Профит, он классный бэбиситер, ну, мы видели это прекрасно, да, потому что мета такая была с ним. Он, если с лайна не уходит, если пеньками постоянно гоняет и помогает своему кору, это отлично. Если он летает по карте и с первого левела там берет как раз-таки вот этот телепорт, начинает летать по карте и убивать этих курьеров, ну, да, убьет он там этих 15 курьеров, но это юзлесс. Да, вчера Спириты как раз убили, но проиграли. Они как раз проиграли все линии там. Ну, как бы Серега с точки зрения профессиональной игры или игры высокого уровня обсуждает и вообще полезности этого действия или бесполезности его. А я просто с точки зрения того, что это немножко поломано выглядит. Ну, и такого не должно быть. Это как вот герои забегающие в лес там на первой минуте, не в лес, точнее говоря, а за крипов, за вышки на первой же минуте, начинающие их там убивать. Пофиксили же хотя бы немножко, правильно? Ну, потому что поломано было. Или как, Тинни, который мог выпуливать чуть ли не со всей карты куда угодно крипов в лес. Пофиксили? Ну, почему? Типа, механика, можно прийти и заблочить спаун, помешать. Он где-то тоже из-за этого приседает. Да, но поломано. Поломано и должно быть порезано. Пофиксено, убрано. Чтобы не было поломанности, чтобы ты не смотрел на игру какую-то хаотичную, непонятную. С курьерами вот, на мой взгляд, то же самое. Просто должны немножко это сделать менее релевантным, чтобы эти же какое-то время все про это забыли, и мы этого не наблюдали. Ну что ж, друзья, я напоминаю, что вы можете под трансляцией найти баннер и, перейдя по этому баннеру, получить плюс 100% к первому депозиту. Так что не упустите момент. Собственно, как вам новые герои? Snapfire и Void Spirit. Кто лучше? Я вот попробовал бабку немного, и ничего не понял, но было весело. Когда ты попробовал бабку? Вчера или позавчера? Позавчера. И еще до аппа. Это очень важный вопрос. Ну вот как раз из этой серии, да. 10 курьеров он убил, а сдох 20 раз. Такое бывает. Прими мои соболеты. Ну смотри, а Void Spirit, это, это магический, короче, довольно уникальный персонаж. Мы вчера, знаешь, как сравнивали? Все, пока мы начали, перебью. Вот Void Spirit, это тот самый Earth Spirit, который появлялся, который просто, если ты ему давал там чуть-чуть спейса, он тебя просто потом бегал, всю карту убивал и на любой позиции. Это была третья, четвертая, пятая. А бабка, это пангалер, который только вошел как раз таки в доту, который просто был диким. Опять же, у него вот эти скиллы, которые наносят тоже тонну дэмэджа, он просто у тебя врывается, и ты лопаешься. Ну тут важный нюанс, что и тот, и другой, в отличие от многих недавно добавленных героев, типа макаки, типа пангальера, и тот, и другой ничего не могут против БКБшников. То есть это стоит учитывать. То есть Void Spirit, он вообще чем-то похож, знаешь, на какого-то Зевса. Или Ember Spirit, которому запретили самому купить итемы на дэмэдж, и запретили, ну, короче, которому разрешили только качаться в магические всегда билды. Потому что, в общем-то, со временем Void Spirit перестает носить урон. Ну вот, он очень прикольный такой фокусник, он что-то там кастует, раскастовывает. У него три муфа обилки. У него три муфа обилки и четыре скилла с дэмэджем. То есть это похоже на какого-то лишрака с кучей блинков, или Зевса с кучей эскейпов. Но проблема остается. Если противники приобретут себе БКБшки, да, то ты пристанешь носить какой-либо урон вообще. Ноль, ноль. У тебя нет урона. Ты что-то там танцуешь вокруг них, но всем все равно. Но у него как раз на этом этапе игры сделали вот эти обилки, которые помогают ему кайтить БКБ. Да, есть такое. Есть такое. Вот. Но все равно, ну как бы, такие герои не могут быть, как правило, суперсильными в лейте все-таки. Там фиксированный урон. Понятно, ты его бустишь себе за счет там всяких вылов в команде, не знаю, арчидов, интеллекта, чего угодно, но он все равно, как бы, он лимитирован. Он закончится. И когда про тебя будет в итоге в лейте просто какой-то кор с сатаниками, там, так далее, с 4 тысячи хп, ну ты будешь вокруг него танцевать, как бы, а ему все равно. Из вапки то же самое. У нас тут драфты на экранах. Я с удовольствием продолжил бы обсуждать новых героев, но нужно обсудить старых героев, которые стали немножко новыми. Венга и Тинни от Team Spirit и Висп Легионка. Висп вчера не особо круто работал. У кого он? По-моему, как раз у Spirit, а вот у ВП он работал нормально. Работал супер, супер круто. Ой, этот герой, который, если тебе нормально повезет с леса, он обрастается вот этими начальными артефактами, которые для Виспа, ну, прям супер полезны. Да, как раз вот для саппортов эти арты наиболее подходящие. Мы вчера видели, прямо вот эти арты выпадают. Медуза, да, вчера, которая просто получила, сначала она получила Ironwood 3, потом она получила Vembrace. Vembrace. А потом она получила... Какой-нибудь лук. Нет, артефакт на ману. Забыл название. Не суть важная. В общем, она просто все артефакты на жиры дала. Ну, опять же, разговор про эти тайминги. Ты видишь Медузу, да, смотришь там где-то 10-13 минуты. Ну, ты прекрасно понимаешь, что у нее по-хорошему должно быть там 3 бэнда, какие-то ПТшка и что-то из серии Яши. Ну, и какие-то там стики, ну, еще какой-то там дополнительный артефакт. Вот, и ты понимаешь, что она сейчас довольно-таки худая, что можно ее прийти где-то подловить, там, на треугольнике, в лесу. Не дать ей пойти стаки, попытаться как раз всей командой забрать у нее, подраться там. Но когда ты приходишь и видишь эту Медузу, что она вот с этими артефактами, которые я назвал, и плюс еще артефакты у нее с леса, которые дают еще плюс 600 жизней и еще плюс 600 маны. И ты уже ее пробить вообще никак не можешь. Она вытанковывает весь дематч своей команды. А против тебя еще 4 героя оппонента. И как с этим быть, непонятно. И висп то же самое. Ты вроде как против виспа нужно играть. Ты виспа должен фокусить, потому что ребята из команды 178, они вчера, по-моему, были Ашеры. Кто там против виспа играл? В эту вторую игру. Против виспа... 178 как раз. 188 играли. На первой карте у них было. Мне кажется, вот люди... Знаете, что такие этапы есть, когда люди забывают, как против виспа играть. Стоит Тинни, к нему тизерится висп, он просто стоит, ломает тавер. Они просто берутся и команда начинает фокусить Тинни. В нее влилили все. Просто весь дематч, побили еще сурки, там секунды 2-3 Тинни стоит фуловый. Они такие... Невонятно. Что-то не так. А нужно как делать? Нужно пытаться убить все-таки виспа. А виспа ты убить не можешь, опять же, потому что у него там раз артефакт с леса, два артефакт с леса и три артефакта с леса, который просто дает ему дикий буст по хп, там по всему. Да, там была Крэгги Кот, которая замедляет тебе... Есть еще нюанс один, супер важный для виспа тоже. Это вот эта хадреска, которую ты можешь на первый день купить теперь. И все так делают, потому что это дикий буст на линии. Ты просто стоишь с хадреской, и висп с хадреской, и с героем этого героя вообще невозможно пробить. Ну, а на виспа... Всегда нужно бить виспа, но это проще сказать, чем сделать. По этому делу он всегда будет... Он у него большой МС за счет тизера, он где-то всегда стоит сзади, попробуй до него дойди. И на линии это то же самое. Нет, там герои были, которые могут бить. Там был Эмбер Спирит, Сэнфест-бомба от Ластилера, там был и... Кто-то еще? Легионка там была еще. Это все могли они влетать спокойно, эту виспа просто раздирать на части, но они все улетели в тени. Ну, понятно. Но я имею в виду, что вот если брать линию, все-таки опять же возвращаемся к тому, что надо на линиях хорошо выступить. Вот приходят тебе висп плюс легионка на линию, и попробуй, как говорится, что ты им сделай, а не в другом городе. Потому что просто стоит легионка под хадресом и тизером. Виспа. И сейчас я напомню, виспу неважно, сколько у него хп, даже если он фуловый, он все равно лечит. То есть висп все время лечит. Ты бьешь легионку, а у него реген там, не знаю, под 10, наверное, будет. Он тангу съест, висп тангу съест, и легионку будет стоять 20 регена просто будет стоять. И все. И здравствуйте, приплыли. Что тут как бы делать? И потом висп опять же из-за того, что он берет себе прям на первые деньги хадреску, и мека стала вообще какой-то супер дешевой, ты просто берешь себе и меку, собираешь очень быстро. Потому что эти виспы с быстрой мекой, всегда был сильный этот висп с быстрой мекой, а сейчас она супер быстрая получается, потому что хадреску берешь прям сразу. Но опять же, виспа нужно брать, и тебе нужно иметь на линии хорошее сочетание. Потому что если ты берешь суперпассивного персонажа, у тебя два героя просят. Потому что висп, он как бы ничего не делает на лайне, да, он тебе хорошо бустит, но тебе нужен агрессивный персонаж, который будет один против двоих драться. Тут серия гирокоптер, легионку, да, который не пробит, если висп как раз-таки пойдет с ней на лайне стоять. Есть герои-прокастеры мощные, которые тоже могут хорошо стоять. Если ты там возьмешь кого-то висп войт, у тебя эта лайна заведомо проигрышная будет, потому что, ну да, они могут там выживать бесконечное количество раз. Но крипам они не подойдут и фармить они не будут. Поэтому с виспом нужно, опять же, мощные комбинации делать. Так, ну тут Севернсен Кинг. У Спирита интересный драфт. Куча станов, нюков и так далее, но при этом куча милишников. Интересно, что, в принципе, вот в драфте был андаинг, но его не взяли. А могли против такого количества милишников, силовиков взять андаинга. А нужен ли он, этот андаинг? Это никто не знает, нужен ли он. Но когда у противника много силовиков-милишников, всегда неплохо работает. Потому что, ну, элементарно, до томбы тяжело добраться. Все все время замедленные. Какую-то из линий ты очень хорошо отстоишь, так или иначе. Потому что все-таки андаинг, он всегда под душит и Северн Кинг, и Тинни, и Свена. Ну, на какую линию придет, там и под душит. Все-таки будет не очень приятно стоять. Но, блин, это лич. Это лич пока что. Тимбера забанили. Вот, видишь, одного из... Одну из контрмер таких силовиков. Силовиков. Силовикам забанили. Это тимбер. А вот андаинга оставили, но его никто не взял. Урса, большой винрейт у персонажа. И в паблике сейчас. И я видел не только в паблике. Вчера видел на квалификациях люди уже играют. Старый добрый Урса Висп. Это сильно. Старый добрый Урса Висп. Но это будет Урса Линь, а потом Урса Висп. Стратегия с Вингой может быть как старые стратегии с Луной сейчас. То есть вот это вот обрастание основными атрибутами за счет Ауры может быть. Да. Такая мысль. Намек был такой, что неплохо еще и ранжевиков поиметь. Ну да. Силовики и ранжевики. Сколько их вообще в доте? Их... Кускар. Они есть вообще. Кускар. Кускар. Уа-уа. Слушай, ты придумал лучшего героя, кстати, походу. Висп Кускар? Ну не обязательно, чтобы они были силовики. Вингар Кускар. Она же не только дает силу. А, Висп тоже силовик. Висп Кускар. В самом деле вот Сайленсер не в бане. Вот Сайленсер с Вингой крайне жесткий на самом деле получается. Очень много дэмэджа. Он разваливает. Еще удивлен, что Сайленсер мало пикают. Ну, тут еще. Мне кажется, все-таки эта мета будет устаканиваться до первого мейджора, пока все не приедут и не потестят, что сильнее в боевых условиях у кого. Как это все работает. А возможно даже и дальше. Урса, Лич, Легионка, Висп. Урса, возвращение в профессиональную доту. В прошлом патче про этого героя забыли совсем. Максимальная попытка просто выиграть лайны. Все. Здесь герой будет появляться, который будет именно душить эти лайны. Висп еще новый этот, Холли Локет, который теперь из стика делается и заменяет стик фактически. Ну да, да. Тоже прикольная штука. Это сильная штука для Виспа, но есть предметы и получше. Но есть и Холли Локет тоже. И что бы там, слот? В шесть слотов когда будешь уже. Пак в бане, кстати, смотря на количество милишников Team Spirit, задумываешься уже о пике Разора для Hellraisers. Что вообще-то неважно, куда он пойдет. Практически везде есть из кого пососать. На мидл он идет и уже хорошо себя чувствует. И потом в драке, в мидгейме, ну опять же, там Свен, ты к нему просто присасываешься. Если у него еще не какой-то овер-мега-фарм, перефарм, когда он там за один, ну когда ты у него там успел 50 урона высосать, а он уже тебя убил. А такой мидгейм, когда у него особо ничего нет. Он, конечно, не сможет драться с Разором, и Разор выглядит как интересный пик. Разора, Фидли, вот как раз-таки на МДЛ они очень круто заходили. Они их очень редко брали, но там, по-моему, у этого Рейзера чуть ли не 100% на винрейт. Ну да, а сейчас его поднялись. Явно больше 80. И очень классно. Вот и против Снайпера там он работал, мы тоже игру эту видели, когда просто блинг, БКБ и Шива. С блинком когда-то? Да-да-да, вот именно блинг нужен, чтобы до таких героев доходить. А здесь даже тебе и блинг не требуется. Ты просто блокинбары, какие-то там жирные артефакты собираешь, и все в твоей власти. Ну и армор тебе нужен, понятное дело, потому что Свен вроде в тебя играет. МК подбанили. Подбанили МК и возьмут кого-то. Посмотрим, кого времени мало у Холоразис. Мидера все-таки не хватает. Ну, вероятно, вероятно, мидеры, да, скорее всего. Это алхимик. Это алхимик. И, кстати, я не знаю, почему этого героя не банят. Это герой из серии, если у него будет старт хороший... Молимся на лопатку? Игру закончат, да не обязательно лопата, игру закончат за 20 минут. Он слишком сильный в этом патче. Теперь уже разор хороший для Хелл Рейзи. Ой, собственно, для Тим Спирит. В общем-то, ну, опять же, у противника три кора три милишника. Можно поддавить. И вообще с их драфтом надо добирать еще героя, которые, видимо, тоже будут драться постоянно. И вот, ну, надо и алхимикой задушить. И вообще, честно сказать, в Тим Спирит скиддрафт он прикольный, но я в него не очень верю, если игра затягивается. В серии Шторм Спирит сейчас будет, потому что один контроль на все про все. Это ультимейт легионки. Ну, и такие герои с хорошим эскейпом. Ну, Шторм, он тебе и в лейт может уйти как раз так. А как же Синистер Гейз? Не забывай. Ну, это такое. Ну, такое. Ничего себе. Синистер Гейз, я бы не... У тебя просто лич умирает до этого Синистер Гейза. Обычно. Как это умирает? Может быть, все-таки Хускар, рейнджовый, сильный. Ну, все может быть. Хускар хорошо, опять же. Потому что это, опять же, три милишника. И на миде он выгонит любого из них. Все верно, да. Это Бэтрайдер. Это Бэтрайдер. Кстати, у Тим Спирит, ну, непонятно, да, кто куда пойдет. Бэтрайдер может быть... Ну, Бэтрайдеру главное не прийти туда, где Легионка. Иначе это не имеет никакого смысла. Это может быть Бэтрайдер-мид. Если у тебя, как бы, баланс, рейндж-милиевый будет суббудлен, то у тебя пойдет, соответственно, Вингас вентоп. Бэтрайдер плюс Сенкинг вниз. И Бэтрайдер будет четвертая позиция, Сенкинг трешка и Тини-мидл. А мне кажется, надо ставить Бэтрайдера в мид. И душить там просто любого из тех, кто туда придет. Как старые добрые. Как старые добрые. Бэтрайдером разваливать, потому что герой сейчас очень сильный. А если поставить его на сайдлейн, то вообще могут, что Легионка просто прийти сама. Ну, как бы, то есть Легионка может преследовать Бэтрайдера. А в мид вряд ли Легионка придет в мид. Вот это вот маловероятно. И так далее. Ну что, ваши предикты на первую карту? Тяжело сказать, на самом деле. В этом патче максимально тяжело. В этом патче пока максимально тяжело. Но мне кажется, и то, и другое может сработать. Вот зависит как раз от линий, как поставят, как это стоят. Мне кажется, как и всегда в этом патче. Какие артефакты выпадут, как лайны постоят, да. Ну не знаю, я на алхимика. Потому что почему-то я в этих патчах верю, именно в этого персонажа. На алхимика. Окей. Что у нас с коэффициентами от нашего партнера по рематч? 1,4 на Спирит и 2,8. Вот так вот. Спириты являются явными фаворитами. Ну, тому есть причина, на самом деле. У Ашеров там состав менялся очень много и очень часто. Ну и мы передаем слово нашим комментаторам Кристал Мэйу и Ретель. Спасибо за слово. На самом деле очень интересно то, что гостика из два любимых персонажа. Это ЛС, у него ее забрали. Он забрал себе второго любимого персонажа, именно Бэтрайдера. Ну а второй наш аналитик, именно Серега, считает то, что алхимик здесь силен. Я с ним солидарен. Потому что если он выкопает себе шавел, и если он будет постоянно выкапывать себе этот баунтос, это просто ад. Он очень быстро взорвается. Да, вчера мы такое уже видели. Это было в истории Virtus.pro. Как раз таки они выиграли тогда против Ашеров матч с таким алхимиком. Но что здесь получится пока еще не ясно, потому что действительно фаворитами матча, я думаю, этой карты тоже там вот по акцентам будут выступать именно Спириты. Но вот алхимик, если зайдет, то будет очень круто. Только три попытки выкопать эту лопату есть. И она может просто не попасться банально. Но опять же, без нее не смертельно. Если игра пойдет, на линиях пойдет. Неважно, будет это лопата или нет. Но лишний баунтос никогда не помешает. Это действительно круто бафф. В принципе, очень много хороших баффов есть среди нейтральных предметов. Да, именно алхимоса. То же самое, в принципе, касается и снайпера, которого здесь, к сожалению, нету. Но посмотрим, посмотрим, как сработает все. Потому что, опять же, напомню, здесь рандом теперь решает намного-намного больше. Мы находимся в ММО-РПГ. И пока это дело не пофиксит, совершенно непонятно, кто здесь будет выигрывать. Поэтому вы, друзья, будьте крайне аккуратны в своих предсказаниях. Team Spirit хоть и является официально здесь фаворитом, на самом деле мы прекрасно понимаем, что в Best of 3 драме, которая развернется сейчас перед нашими глазами, может выиграть кто угодно. Если даже смотреть, например, на Open Qual, которые проходили вчера, там тоже далеко не всегда фавориты обыгрывали своих оппонентов. Ну, здесь тоже вопрос еще открытый, потому что это первый матч на вылет в этой лиге. И тут бороться надо до последнего. Возможно, это будет первый матч плей-офф, который будет заканчиваться со счетом не 2-0. Ну, по крайней мере, стоит на это надеяться, что здесь будет какое-то мочилово. Но дальше будет только сложнее, потому что уже 178-е ждут в следующем раунде. И там уже будет борьба за выход в финальную часть этого турнира. Ну что ж, тут пока у нас начинается стадия разбора Bounty Run. Тут оно тоже стало довольно интересно, с учетом того, как переместились эти споты. В принципе, реже стали драться за эти руны. И здесь попытка такая от Эргона, я думаю, будет просто посмотреть, что по линиям скорее, чем попытаться пойти на контакт. Но тут явно один ничего не сделает. Ну и даже если бы Гостик был рядом, слишком большая толпа против них. Ну, действительно, забирают по две рунки каждый со своей стороны. И на этом все заканчивается, как и, в принципе, на всех матчах, которые мы видели пока в этом патче. Да и в старом патче тоже самое обычно происходит. Очень много вопросов было о том, кто у нас будет стоять на миде. У Team Spirit, соответственно, дефолтная совершенно Гостика линия Бэтрайдера. Он вполне вероятно будет стоять соло. Может быть, придет к нему какой-то даже саппорт. Хотя Бэтрайдер сейчас может стоять как угодно. Просто по той причине, что он еще улучшен. И, в принципе, это патч Гостика, я бы даже сказал. Вот. А на миде, соответственно, противостоять Никсу на Алхимике. И будет у нас Тинни. Тут под блок от ЛТВ. Для того, чтобы линия сразу же сломалась. Сюда приходит у нас мипошка на личе. И, ну, я не думаю, что его здесь полностью соло будут оставлять. Потому что, да, лич соло-экспириенс это хорошо. Но... А, ну вот и Урса, да, сюда придет. Да, Миша тут уже немного его поразвлекать может вместе с Имершиным. И дело-то пошло. Не дают ему выйти на линию так просто. И придется ему проделать долгий путь, если он вообще дойдет до нее. Потому что пока под минус-арморчиком додействует, все это дело неплохо. Он скачал себе когти и делать ему особо здесь нечего. Отпивается. Да, и отопьется, нечем сбить. Имершиного просто не догоняет пока что. Поэтому он уже фуловый будет когда-нибудь. Очень грустно то, что у Урсе понерфили Сальтуху. Она там просто выбивалась в стоп по винрейтам на дотабафе по пабликам. Там около 58 в какой-то момент даже было. Потом поднерфили как раз-таки ее Клэп. И теперь этот герой не настолько топовый, не хайтировый. Хотя все еще достаточно сильный. Особенно против милишников. Мы это все прекрасно понимаем. Ну и, конечно же, потенциал к быстрому Рошану не очень-очень высок. А здесь, по факту, для Урса и ее друзей очень-очень важно только одно. Это создать спейс для Никса. Потому что он, соответственно, будет просто АФК-фармить до своих первых двух артов. А именно до Радианса БКБ или Радианса Тараски. Причем здесь, кстати, еще большой вопрос, что из этого выбирать. Наверное, Тараска даже более интересна. Тут линия с тремя станами, когда Миша вкачает свой, и это будет очень трудно для Урса. Милишник, ему просто дойти до крипов, это будет уже проблема. Так что, возможно, на ранних таймингах мы увидим его в лесу. Тут, на самом деле, со своими когтями он может управиться. Но уже сложно, уже не дают просто подходить к крипам, и мы видим то, что его крипстат 0-0 по-прежнему. Да, но мы понимаем, что еще и в лес уходить до пятой минуты, это не Камильфо, не особо полезная вещь. С пятой уже хотя бы нейтралки пойдут, можно аэронталон какой-то вытащить, чтобы еще быстрее фармить, или Пурманшилд. Кстати, талона у нас за вчера ни разу не было. Случается. Аквила один раз была уже из этих стареньких предметов, Пурманшилд, по-моему, тоже не был, и аэронталон пока тоже не везло. Но лопаты, лопаты падают. Лопаты самое главное, особенно в игре с алхимиком. Если тебе упадет, все будет просто замечательно. Боу-боу-боу тем временем поменялись против него линии. Он сначала ставил против Бэтрайдера, теперь против него табла в виде Вимспол Спирит вместе с Веном. И, в принципе, для него это ничего особо сильно не меняет, потому что союз остается с ним, встанет на подригене. Мы понимаем то, что это классическая связка, где ты даешь свой второй на Виспа, Висп, соответственно, отригеневает и тебя, и себя. И всем очень приятно. Поэтому очень устойчивая линия. Убить ни Виспа, ни Legion Commander здесь, скорее всего, не представляется возможным. Ну вот у Мепошки пока закончилась мана, теперь уже погонять он особо никого не сможет. Но интересно то, что на эту линию уже переместился Гостик. То есть Кэрри пока решил уйти на легкую. Ну, решили, видимо, что Урсу не стоит такого внимания, ну или загнобить его в самом начале, считали своей святой вот этой обязанностью. Но так или иначе, сейчас по крипам он выравнивается более-менее. Ну и ситуация остается плюс-минус на равных. Правда, Тинни успел вырваться далеко вперед на миде. Ну, это, конечно, не так трудно сделать, когда у тебя дерево в руках. Дэмажи навалом, Никса можно перебивать как следует. Никс не особо, я думаю, из-за этого в обиде. Он всегда может потом уйти в лес на стаки и там уже свое набрать. Самое главное — поддерживать пассивку. Он тут ее подбивает как раз. Ну, Эргону самое главное — экспо набрать. Он это делает успешно. Да, у него все вообще замечательно. 20 на 11. И Динаи есть, и Лосхиты есть. Алхимик, понятное дело, потом идет в лес. Но пока что это достаточно хорошая и удобная линия для Дим Спирит. Боу-боу-боу, походу, может здесь умирать постепенно. Но то, о чем я говорил, очень много отхила. ЛТВ просто не справляется. Дэмаж по нему прилетает с отцев, но добить ЛТВ невозможно. Да, новый Висп теперь, я думаю, в игре будет появляться почаще, чем вот под конец прошлого патча. Мы наблюдали после того, как Нэнти испробовали его в новой стезе. Теперь уже он снова будет возвращаться за старое на саппорт позиции. Очень много регена, очень трудно это перебить. И когда еще будет появляться его третий спелл, я так думаю, мы увидим его в новом свете. Ну а пока увидим то, что подбивают. Есть Сизер, ну и как обычно, просто по свалу. Как ты это убьешь? Тебя сразу же подхиливает Боу-боу-боу. То есть, соответственно, просто переживаешь рассказ. Потом сразу же Тизер на своего тиммейта. До свидания. А так Висп не только будет популярен на соппортивной позиции, потому что, в принципе, дал неплохо в нынешнем патче, а еще и потому что аурные предметы сейчас собираются на линиях очень-очень часто. Та же самая Хедреска дает очень большую устойчивость на линии. Постоянный реген для тебя и твоего тиммейта. Баклер, соответственно, собирается тоже хорошо на этом герое. В общем, в целом, сейчас все метовые предметы очень симпатично смотрятся именно на Виспе. Мишка вместе с Иргоном. Иргон решает сделать перетяжку на топ для того, чтобы хоть как-то здесь кого-то убить. То есть мы видим, что достаточно много давления этим спирит именно на топ пытается оказать. Сначала перетянули сюда СК, триплой постояли. Потом еще Иргон сюда пришел за контроль Тируну. Но, понятное дело, что пойти на ганг и тратить время он не стал. Вот и первый нейтральный предмет. Броуч у нас выпадает. Ну что ж, в принципе, не самое хорошее, что хотелось бы. Тем более Никсу. Но ладно, в принципе, пока пойдет. Посмотрим, что будет дальше. Это первый нейтральный предмет из трех возможных в этом тире. И пока еще никто из спиритов не начинал ничего выбивать. Хотя я думаю, что уже пора заняться этим вопросом. Но кто у них будет фармить лес? Ну, наверное, Ти не пойдет уж. Как отбушить линию. Так, минус Курьер. Еще и, походу, минус Мепошка. Да, он тут точно будет сожжен. У него четыре стака Напалнова. Боль. И чайль беда для него. Но, опять же, Бэтрайдер вообще-то должен доминировать на лайнах. Теперь уже, да, в этом патче. Тем более. Но мы понимаем, что он, в принципе, с этим не особо справляется. То есть, да, окей, стоит. И, да, окей, фармит. Но у него 1600. Против той же самой Урсы, которая вначале не имела вообще никакого фарма, у нее уже 2200. Но и за этими свапами линии не очень понятно, на самом деле, как учитывать, кто выиграл в дислайн. Да, это действительно так. Я соглашусь с тобой, что Свен там был на линии, попытались какой-то импакт нести. А, по сути, сейчас у Свена и Урсы все на равных. То есть, сколько бы там ни гнобили. Вот сейчас, видим, на Мапфиннера коэффициент остается все-таки у нас преимущественно побольше на Ашеров. Но посмотрим, насколько Вера далеко это сохранится. Возможно, здесь дело... Башка в порядке будет. Именно у начала Урса, да. У Башки все хорошо. Он подбивает крепочку своих, достается. Урса еще, я думаю, здесь успеет как-то фраги поделать вместе. Урона будет очень много в дуэль. И с учетом того, как здесь можно под виспавлить, здесь хорошо. И умереть самому Башку не должно. Стоющий еще подошел, там убил курьера Виншвул Спирит, который, кстати, заходит там в спину со смока. Я так понимаю, что это попытка убить Алхимоса, но у Алхимоса есть ультимейт, поэтому достаточно странно то, что... Ну, максимально, наверное, варты поставить. Да, она пошла варты поставить. И можно там, не знаю, еще спалить или поблочить лес. Ну, поискать Алхимика, да, надо бы. Знаю, то, что он в лесу, есть информация о тени. То, что нет уже давно на линии, значит, он где-то на нейтралах. Вот увидели как раз таки, поставили вард, и будут его теперь находить здесь. Я так думаю, что шестой должен быть уже не за горами у Бэтрайдера, и уже после этого точно его убить можно. Да даже сейчас, с эргоновым месте контроля хватит, с учетом того, что Винга рядом где-то была. Но пока его оставили. Оставили, зато есть Мепошка, стики Напалм, замедляют. И вот как-то цепануть. Добежать до него будет очень трудно. О, там еще рецепт на дерево взяли. Ну, тоже, конечно, лопата бы хотелось, но Ашерам все никак не дается. Но это второй предмет из трех. Еще есть шанс что-то выкопать такое. Философский камень мы видели вчера, тоже хорошая штука была. Так, пока что мы видим. Нападение на Алхимика пошло, и вот есть лопата. Для Team Spirit, правда. Да, неудачно. Неудачно для как раз Алхимика. Эргон. Смогут ли его здесь зацепить? У башки нет ультимейта. Боль. Но ничего страшного, в принципе. И Гостик приходит. Пытается хоть как-то подблочить здесь возможность фарма Деникса. Понятное дело, что оставлять его в покое нельзя. Да, вот как раз-таки опс поставили. Он уже достаточно долго стоит для того, чтобы не спаунили скрипы. И тем временем убили у нас башку. Я так понимаю, что это сделал Ургон, да, вместе с Свеном, подошедшим на помощь. Ну да, тем временем счет 0-3 так-то по убийствам. Вот Курьеры уже летающие, но все равно умирающие. Кстати, там как-то не особо пытались уже его подконтролить под конец. Хотя я думаю, что там тычка все равно бы залетела последняя. Но вот эти начальные... Так, подождите-ка, нападения. Теперь уже умипошки небольшие проблемы. Окружили его вчетвером, погибать будет. Но в целом для него это не страшно. Видим то, что эти Курьеры начальные очень хрипкие. Они очень медленные. Две тычки их убили. И это невозможно просто. Я не знаю, как здесь... Нужно уже исхитряться, чтобы их не забрали. Конечно, не бог есть какая-то за них награда. Но все равно геноцид тут еще происходит. Но пока мы видим то, что... Сколько у нас Курьеров погибло? Три в общей сложности. Один у Спиритов и два у Ашер. Самое неприятное, что когда убивают у тебя Курьера... Да, окей, команда противника получает деньги, но ты не получаешь пассивный доход. А это порой очень важно. Потому что тебе хочется, соответственно, лишние какие-то деньги. Может быть, на какие-то расходники получить. Ну, да. Опять же, все-таки раньше ты убивал одного Курьера, и вся команда страдала. А теперь страдает только один отдельный человек. И это немного ослабляет, что ли, ценность такого убийства. Ну, ладно. В любом случае, это деньги. Деньги, которые можно будет использовать. Миша тут как-то довольно далеко зашел. Интересно то, что он здесь остался. Видимо, Мипошка увидела и боялся, что тут его не отпустят уже. Ну, там мог быть с ней строгись. То есть это, да, казалось бы, убийство саппорта. Но это еще и плюс дуэль. Крайне приятная, наверное, для башки. Никс. Нашли его здесь. Три оппонента пытаются его зафокусить. И у них, походу, это может не получиться, потому что приходится даже Мипошка под сейв от башки. При помощи пресса атакой Гостик должен умирать. Вот это ганг, друзья. Тим Спири здесь явно не смогли нормально раскастоваться. Да, Бош уже дважды оказался в нужное время, в нужном месте. Тогда сделал телепорт, а здесь уже просто на ноге прибежал. Ну что ж, ЛТВ типнул даже за такое. А вот и алхимика Лопата. Да. Да здравствует Лопата для Никса. Очень приятная находка. Книжки тоже пошли. Это дело уже как-то... А, и аванпосты, видимо, то что. Перезахватывает Мершин. Окей. И Элма не смог так просто напасть. Детекшна нету, рядом никого, кто его мог отдать, нету. Рядом висп у него должно быть детекшн. Он все-таки саппорт, но, видимо, он не купил досты. Напомните, досты можно покупать не пачкой, что приятно. Одной пачкой точно, да. В смысле, один даст можно купить. Так, ну и что, здесь попытались Боша просто просветить. Эргон, я так думаю, что интенции забрать у него... Не было легионку, трудно было бы ее тогда гнать. Но надо нафармить на блинг, тогда уже такие врывы будут поудачнее. Пурман Шилд появляется, и это будет для Элма. Вот, кстати, неплохо для него. Статов плюс, щиток плюс. И надо бы ему... Мипошка где-то убивать по-хорошему. Но пока убивает только его саппорта. Бош попытается что-то в размин сделать, но получает лассо. И его тут тоже заберут. Это может быть минус 2. И это действительно так. Приходит Элма, теперь уже попытается убить кого-то на размене. И Миша может погибнуть, но есть свап. И теперь уже Эргон может подставиться, хотя на развороте еще один разворот. И это в минус висп. Минус 3 в размен на 0. Разворот на разворот. Свап еще и на Элма. Можно убить четырех здесь. Боже, а это уже фраг очень серьезный. Ладно, саппортов потеряли. Еще Элси сверху. Элма, Элма жить! Но нет, без шансов. Его просто закопали гречухой. Эргон доволен. Это раком, друзья. Тройочка кто раком, четверочка кто саком. Ну и, соответственно, 2-8. Тимс перечувствует себя замечательно после этой драки. Действительно, казалось бы, еще совсем недавно были более-менее на равных Урса. И Свен теперь уже будет врываться вперед. Особо он с этого файта денег не получил. 44 золота, я так понимаю, на ассистах что-то получилось. Но сейчас пофармит, пока Урси сидит. Еще какой-то разницы получится. Ну, там где-то по 1000 золота, я так думаю. Ну и что, теперь будем ждать следующего тира, следующих предметов. Что будет выпадать, от этого будет зависеть геймплей всех, кроме Алхимика, я так думаю, в этой игре. Он пока доволен тем, что у него происходит. Не видели мы, что он выкапывает. Киноптик Гостик его взял. А кто его может в команде, в принципе, у Спирита взять? На самом деле много кто, и даже, я думаю, Тиню. Рэндж штука хорошая. Да, ДСК, Тиню. Тут, на самом деле, почти всем зайдет. Миша убегать. Но нет, его спасили, сцепили и забрали при помощи дуэля. Дополнительная дуэлька для LC, но поможет ли это Ашерам вообще создать еще больше спейса для Алхимика? Потому что мы видим, да, вроде как, с одной стороны, Тин Спириты подрались, убили всех, кроме Алхимоса. С другой стороны, неплохо бы уже стараться законтролить большинство карт. Ну и вот третий предмет, тоже железное дерево. Ну что, тоже статы, в принципе, плюс-минус неплохо. Не сказать, что прям суперактуально, уже довольно поздно появилось, но пойдет. Кому-нибудь и пригодится, в любом случае, передавать это можно и оставить на саппортов, в крайнем случае. Ну, саппорты теперь тоже не самые такие бедные существа далеко, они могут и сами себе позволить что-то поинтереснее. И мы действительно видели очень интересный геймплей от саппортов, и я думаю, что даже вот выбор саппортов в будущем будет очень сильно отличаться от того, что мы видели в прошлых играх, из-за того, что они могут артефакты себе позволить. Это означает довольно многое. Так, ну что, Алхимик пока видим, печенку еще на рецепт будет вытаскивать. И у него будет, кстати, не сказать, что какого-то идеального тайминга. Вот вчера мы видели на 12-й минуте уже был Рейзианс, сейчас уже 13-й, и пока еще не пахнет. На самом деле, достаточно серьезно страдает Союз, он все-таки висп, ему нужны артефакты для того, чтобы быть полезным. И да, конечно, релокейт там никто не отменял, конечно же, его оверчаржи, те же самые последующие, являются очень эффективными, но все-таки хотелось бы побыстрее Мекку, которую он постепенно собирает, пока у него 2000 по сравнению с 3,5 у четверки противника, а именно у Мершина. Так, отжали аванпост, в итоге один у силы света, один у силы тьмы, все ровненько остается. Ну и Элма тут рядом с Тавером. Так, видимо, то, что поднялся немного коэффициент на Ашеров, ну, в принципе, оправданно после той мясорубки, которая происходила в их лесу. А тут попытаются напасть на Элма, и получается это сделать, в ответ полетел Чайник, и много дэмэнжа он здесь не нанесет, да, скачет по крипам, немного Эргона задела, и следующей жертвой будет уже Лич, и Бош оказался свапнутый, его тоже никто не спасет, но он здесь довольно интересно мимо пробежал. Башку просто привезли, если что, то есть Боу фармил на топе, ну или где-то в другой части карты, прилетает Висп, да, вот на топе. Союз говорит, здоров, хочешь полетать прямиком в пятерых? Он полетал прямиком в пятерых, это еще раз минус Башка, и это реальная проблема, потому что, ну, то есть он умирает, Телси хочет быть темповой, и для Боуа наступают не очень веселые времена. Ну и союз через позитива хотя бы успел вернуться на релокейте, не умереть, но это ничем. Ну, его жизнь, да, не сказать, что так много значило по сравнению с тем, что здесь произошло. Видимо, Элма на себя байтил, и здесь была идея в том, что Урса не успеет так быстро умереть, но то ли человек оказалось слишком много, то ли сами спириты слишком большие по левелу оказались, ну, в общем, не осилили. Да, свапы по шинам неплохо, Тим Спириты начинают доминировать на этой карте, и дело не только в счете, да, и там погалдет, понимаем, что одна тысяча не так много, но играя против Алхимика, это достаточно много, потому что Алхимос почти всегда должен доминировать. И пришел, пришла контратакка по Регону, Регон на самом деле супер жирный, у него еще и додеха в руке, он может еще и в ответку что-нибудь сделать. Ну, ждал, видимо, чтобы подальше от Шрайна отошли, в итоге он догнать их не смог. Так, а что у него там, кстати, по предметам у него собирается Ли? Еще с по рунам, кстати, там еще на боте не взяли. На боте-то возьмут силы Смейт, я думаю. Хотелось узнать, что Аргон все собирает, но посмотрим еще, я думаю, за этим. Да, у него Блиндаггер не планируется, как раз на этот счет я хотела посмотреть, он будет делать саблю, и это, кстати, еще больше дэмэджа. Иммершн уже кастует в ультимейт, попытается ворваться, ну, врывается чуть-чуть задеться Юша, немного хотя бы ультимейтом, и Никс сдаться идет, Мишу можно подбить, но он убегает на ноги, и Никс его не догонит, теперь уже отвлекается на другую цель, Союз погибает, возвращается обратно через Байбэф, и нужно забирать дуэль. Забираются дуэли, это минус, Вен, можно продолжать драться дальше, Эргон, если еще забрать его, это будет очень крутая драка. А вот тут очень крутая ватрушка, на самом деле, очень дорогая, ее можно прикончить и получить для себя много денег, да, так оно и происходит. Да, минусник. Меркилскрик, хорошо. Да, двух коров забрали, двух богатых коров, самых богатых в команде, там еще я слышу Лосу. Да, тут Лосу забрали, Мипоху. Ну, у него 0-7 счет, ему терять нечего. Это точно. Хотя, может, там что-то изменилось, но когда последний раз выбивали, было 0-6. Это классический лич, у него, к сожалению, все еще, даже несмотря на патч, ничего не изменили по поводу скорости фарма. Ну, и он вообще пятерка, у тебя здесь задача поставить хоть какой-то фарм для Союша, понятное дело, быстро выформить свою легионку. Ну и Урса, вроде как неплохо здесь смотрится, все еще-то, оп, маунтос, приехал. И Лук появляется. Союж. Кому здесь... Ну, Лук это такое. Вот тут кому отдать и миличники, все три города, да, у себя оставлять, что... Это вот классическая ситуация, в которой у тебя есть три одного тира артефакта, и один из них уже не работает. Сейчас-таки уже тоже Союж достал, а Квилу, я так думаю, что можно отдать. И как раз тот самый предмет, который бафает не твою основную стату, не основные статы, точнее, две. И, ну, тут неважно, в любом случае всегда находится применение, передается из рук в руки, по наследству. Смог, и там Урсу видели на боте, но Элма делает тэп-аут. Там, кстати, я так видела, Сван, кажется, аганим себе собирает, ну, по крайней мере, поинт-бустер я видела, да, аганимчик уже половина есть. Ух, мы увидим Супермена. Да, кстати. ЛТВ. Напомню, нынешний аганим не дает тот самый баф на всех ГДСный, а теперь это... Делает из него Тора. Да, который влетает просто. Ну, то, что творится, если бы в этой игре был бы Spirit Breaker, вот это было бы очень крепко. Но бара нету, к сожалению, большого. Ну, не факт, что при него его вспомнят. Не так часто он бывает в мете, не так уж и надолго, как правило, задерживается. Довольно специфичный персонаж. Но в прошлом патче бывало, я думаю, что в этом, может, когда-нибудь при него да вспомнят. В любом случае, жирный. С ним много чего можно придумать, особенно на четверке. Ну, а Свен, он за счет аганима лишается, в принципе, необходимости собирать себе какую-то блинку. Может, и так ворваться. И это хорошо. Это в любом случае хорошо. Тут, кстати, пока в вордичке находятся, сын-тричок взбили, и взрывается Никс. Они, видимо, хотели напасть, но передумали. Видимо. Ну что, один с тысячей алхимиком. Там у него радианс где-то на 14 с половиной минуте появился. И сейчас, я думаю, все у него двигается. Все по тому же плану. И рецепт появляется. Да, я так думаю, что... АЛТВ, я не знаю, что у него там было. Брасеры были ли. Ну, Тине можно отдать. Один брасер есть, второй докупит, и можно объединить. Тоже штука хорошая для экономии слотов. И в мидгейме помогает замечательно. Господи. Что-то какие-то прыжки веры. Эти прыжки я просто ору, на самом деле. Самое главное, что он не выглядит моделькой, как какой-то прыгающий персонаж. Ничего. Welcome to Wolf. Похудеть надо, да. Просто классика. И появляется... Аджор у команды. В Empire of Fanks? Да, спиритом как-то побольше, мне кажется, везет на предметы. Ну, немного. Посмотрим, как это впоследствии сработает. С точки зрения Тинника, например, круче всех из этого тира смотрится имп. Потому что это Крит. Нашли Мершина, и забирать его тоже должны. Попадает Стан, и последняя тычка тоже за Никсом. Ну, я так думаю, что на... Что? Так тоже работает? Ну, я понимаю, что, наверное, все-таки он спамит реально нейтралов. Да, то есть вы видели, да, сейчас Кабольд появился из лопаты, и из Кабольда появилось яблоко. Нейтрал, нейтрал. Ну да, нейтрал. Ну, то есть, ну, это что-то вообще накословольное. Так, ну что? Просто халява. Можно из базы просто не вылезать. Сначала Боунтосик, потом Кабольд. Из него нейтральный предмет. Причем ты можешь, опять же, из этого Кабольда за 9 голды, получается, на 70-ом левле уже тир 7 получить. Да, счет тир 7 лол. Топовый тир, короче, получить. Счет, это, конечно, крепко. Действительно крепко, и Саюшу забрали. Хоть какой-то размен да есть. Но пока драки в общей сложности, конечно, у Спиритов лучше проходят. Но не набрал еще свою критическую массу ни Элмы, ни Никсы. Думаю, что еще все впереди. Захватывается ванпост. И я так вижу то, что Зеркально, видимо, тоже силы света там перезахватывают. Да, они уже это осуществили. И как раз в 20-й минуту, да. Они это все сделали. Ну и заберут рунки, кажется, со своей стороны. Эргон вряд ли здесь как-то сможет агрессивно с этим сработать. Да, у Эргона в итоге оставили его. А Джор за счет способностей хорошо будет работать. Дэмэджа много. Ну и пошли 10-й левел, вижу. Регенчик берет себе Саюшу. Ну и что, пока продолжают фармить. И причем Спириты перешли на вражескую троечку. Отжимают пространство. И здесь можно какую-то эту 2-вышку зафармить с собой. И по разменам как-то особо шеры в плане строения ничего не дают. Тут 1-вышка только одна упала на топе. Все остальное на месте стоит. Кстати, интересно, кому отдали яблоко. Напомню, что яблоко дает плюс 14 к неосновному атрибуту. Неосновным атрибутам? Да. Лечу, да. Ну это укрепляет в любом случае. Когда вот саппорт в дело касается, можно обычно приоритетить. Это может быть плюс 14, да, я прав. Потому что могут там ошибаться на парочку единиц. Обычно это дают интеллигам. Дается, соответственно, хорошее количество хп. Ну или есть просто никому не надо. Поэтому отдается саппортом. Ну в принципе, слот лишний занимать неосновными статами, как правило, не хотят себе коры. Так что, ну в принципе, из того, что мы видели, саппортом просто отдавали и все. Даже, ну по сути, изначально. Так, ну и чтобы откопчик есть, Союз Мершин просто попытался отсюда выбраться. У него это вышло успешно. Ну и провардил немного вражеский лес. Здесь есть один хороший агрессивный вард для того, чтобы зайти... А нет, тут уже давно вард стоит. Чтобы зайти, это два вышка попытаться забрать. И бой можно навязать. И я так вижу, что, судя по смачкам, этот бой сейчас будет. Так, заход. Вот, вот Иргона. Интересно, кого они здесь зацепят? По-хорошему бы зафокусить Союза, потому что убивать сразу же виспай это суперважно. Вот он, вот он, Хаммер, боже, агонимный. Какая же жесть. Улетает туда же. Но тут очень-очень легко саппортов будет убить. В ответ на ЛТВ летает Никс. Ультимейте не зафокусил. В конце концов, ему, мой пох... Точнее, Миша точно умрет. И пытается ЛТВ уйти. У него все еще есть ГДС-подстанчик. Но все-таки Никс его точно должен добивать. Да, так оно и происходит. И Алма дофокусит ли они здесь Гостика. Пытается найти Firefly ему поможет в этом. Да, Гостик уйдет. Неудачное, конечно, нападение. Размен двух... Получается, два саппорта на два саппорта. Но плюс еще и Кор со стороны Team Spirit. И 892. Две голды для Ашеров. Да, пока видим то, что не получается завоевать преимущество у Спиритов. Вроде как брали его по территории. Вроде как дрались успешно. Но вот начинаются небольшие провалы. Ну а дальше это может обернуться каким-нибудь Рошаном. Тем более, что вот есть Урс в команде. Казалось бы, иди, заходи и забирай. Но пока еще Элма без блинка не очень хочет это делать. Тем более, там рядом Висп есть. Самое главное — это обеспечить безопасный выход на Рошана. А это не так уж и просто с учетом переделанной карты. Вижена довольно много надо будет поставить, чтобы спадить точно в Сяпсе. Ну или там в Смаках уж точно кто-то из Хитрица зайти. Так, ну и что у нас будет с Виспом-то? У него Мека. Ему, да, оставили этот предмет на рейндж. Болл. Болл, да. И все. В принципе, ничего такого особенного пока не наблюдаем. Будет собирать против Алхимика Spirit Vessel Immersion. Но он пока этим вопросом довольно долго занимается, конечно. Реально интересно, насколько вообще все-таки агоним на Свене хорош. То есть мы увидели его в одной драке, в принципе, смотрится не так плохо. Мне кажется, хорош просто потому, что ты экономишь 2000 на блинг. Но, да, ты получаешь статы, но с другой стороны, блинг дает тебе возможность независимо от оппонентов находиться в тимфайте. То есть ты можешь с боковины зайти, где-то еще блинкануться. То есть ты выбираешь как минимум. Если ты не выбираешь, ты видишь цель, не видишь препятствий, летишь. С одной стороны, ты милишник, а это весело. С другой стороны, без БКБ тебя сразу же контролят, тебе сразу же выдают кучу урона. И даже с ГДС мы видели, Свен не выживает. Понятное дело, что потом появится БКБ, ху будет попроще, но здесь контроли сквозь БКБ присутствуют. Так что опасненько. Опаньки, а тут смолк. Видели. Вар стоит, они видели. И Никс сваливает потихонечку. Гостик от него. Но, да, напасть здесь, видимо, ни на кого не получится теперь уже. А будут ли какие-то ответы ТП? Может, задефают еще Литавр? Да даже дефать не обязательно. Самое главное подраться. Никса цепили, есть эпицентр. И будут врываться его тиммейты, чтобы помочь как-нибудь. Никс, видимо, это не переживет. Не успели дождаться они этого момента. Да, теперь надо валить. Тихайте, тихайте, голубцы. Опа, полет пошел. Ну, конечно, в случае с догонялками эта штука удобная. Хотя мы понимаем, что и Бринг тоже сработал бы ровно таким же образом. ЛС тоже умрет. Башка, до свидания. Причем он не только посидит таверну, еще и Байбека не будет. Поэтому это либо минус Рошан, либо тир-два вышки, либо еще что-то. Ираком Саком сейчас прилетит Велма. Прожимается по КП. Еще и Синистер Гейс. Сиргон появится, что зашел слишком далеко. И Чайник летит. Но... Ну, Чайник, да, он впечатляющий. Ну, извини меня, 2700 КП у Камешка. Как бы, конечно, первый Чайник непрешитляющий. Так, смотрю. По-моему, один телепорт всех копает. Кабольда, Кабольда. Кабольда в этот раз. Ну, вот, видим, да, очень дорогой получился фай для Ашеров. Они 2000 противнику отдали. Ну, и видим, что еще помимо этого времени заработали себе с запасом. Но уже все поресались потихонечку. По сути, т-два вышку на миде забрали, на топе не успели. Рошана тоже не успеют забрать. Я так думаю, что за него побороться Ашеры еще хотят. И вот появился Спирит Весел. Теперь у них все будет еще сложнее. У него Тарасочка появилась как раз. Кстати, 3500 КП довольно существенно выглядит. Вот хотелось бы уже нового тиры предмета дождаться и насчет этого поговорить. Ага, вот как раз. Спайдер Лег первый подъехал. Ну, у Ашеров больше. Спайдер Лег, кстати, очень крут. Особенно на героях, которым нужно быстро добегать до оппонентов. Так. Пошла просветочка. Лассо. Мепошку лучше продать. Но процессировали спокойно, да, Мепошку. Здесь 100% его должны убивать. Есть подкопы, дополнительный контроль. Дуэль. На кого? О, на Мишу. Миша умирает здесь точно. Он еще и Синистр успел нажать. Да, но погибает, конечно, в конце концов. Но с разменом на двух персонажей, что очень хорошо. Рошана тем более успели добить. Забрать Аегис с него. Вот и все хорошо. Урсы может даже немного еще побычить. Но пока собирает себе Башар уже. На Башар это тоже довольно много. Что будет решать в ближайших файтах. И пока, видимо, то, что Регон выкупается, попытается догнать этот Т1. Вышкин вот не хотят ее продавать. В прошлый раз напали на Никса, который мог бы ее забрать. И ничего бы страшного не случилось. И здесь тоже не дают так просто это сделать. Никса врывается. Союз рядом. Союзу нужно убивать первым. Союзу пытаются убить. Он прожимает Меку. Уходит отсюда пешком. ЛТВ вынужден переключаться. Еще двоих атакуют. Раз уже Бош откидывается стрелами. Много урона получается. Но как же здесь плохо пробивать получается. Там скрипающе вылетел артефакт. Я так понимаю, посредине файта. Гостик пытается уйти. Здесь Урса уже после Аегиса. Надо влетать. Он влетает при помощи своего первого спала. Гостик убегает под стан от ЛТВ. Свапы от Миши. Очень много подсейва имеется у Team Spirit. И Иргон заключается это дело при помощи Гречки. И тем временем Машера просто потеряли один Аегиса. На самом деле Team Fight достаточно неплохой для них. Там точно посреди файта выпало предметы. Может быть просто выложили. Но я сомневаюсь, что кто-то выкладывал бы. Ну и сейчас уже некоторые предметы начинают потихонечку терять актуальность. Но вот интересно все это. Ну посредине файта выкладывай, серьезно. Если взять, что теперь 4 салта в паке. Ну, в смысле, в бэкпеке. То, по-моему, можно уже и не выкладывать. Так. Orb of Destruction появился у нас Урса. Кому его отдать, вопрос. Потому что, на самом деле, на самой Урсе он смотрится очень неплохо. Если это то, что он дает замедление и минус армор, то Урсе еще норм. Мы купили Мишу. Хотя бы его забрать тоже было бы вкусненько. Ну, его продадут. Я думаю, что бороться за него нет никакого смысла. Да, еще и дуэлька. Кстати, сколько там Бош? У него уже 66 урона. Так-то неплохо смотрите. Бош довольно активная Легионка. У него складывается лучше. Но 60-то, кстати, не так много. Ну, это, знаешь, лучше, чем то, что было вчера у Гостик на Легионке. Так что Легионка Легионки рознь. Ну, могло быть и лучше, но и это хорошо. И видим то, что пока, в принципе, Алхимик себя чувствует хорошо по фарму. 19 тысяч на 6 тысяч обходит цель ближайшую к себе. И это типичный расклад для Алхимика. Вот интересно больше, что у него там будет по сборочке. Тараска есть. Аганимчики какие-то будут подъезжать? Интересно то, что у нас Саргон собирается через ИСИ. Через Исталт Керасу есть более точным. Так, что это? Что это за ультимейт от эпохи? Ну, кстати, классно полетал, да, много урона давали мне с по Иргону и забирает Элма. По-моему, там по Крепам потом летело. Да, но по Крепам много ударов, но по-самому он на Иргону сделал удара 2, наверное. Вот, и что, в итоге загулял немного, забрали его уже второй раз. А, я так понимаю, что это просто стяжка. Ну, в смысле, он заставил стянуться своих оппонентов в столб. Сейчас ботом, а на долг. Дорого, конечно. Дорого, богато, но оно того стоило, возможно. Конечно, неплохо было бы не умирать, но раз уж и зацепили, решил потратиться до конца. Кирасу алхимикой. Вот это хорошее приобретение. Особенно против таких картинок. Ой-ой-ой-ой-ой, майнбрейкер. Очень сочная штука. Если бы здесь еще были элезионисты, было бы еще лучше. Но элезионистов здесь нету. Иман-то стайлеров тоже, если можно так назвать. Сейчас кому отдадут? Гвостик. С яблоком, вместе с полу-линзой и зеленым ништяком. Я не помню, по-моему, статы давал. Что-то еще. Нет, этот ускорял перезарядку. А, да, точно. Пол-дан редакшн. Ну, на напалм неплохо смотрится. В принципе, и на бутылку тоже. Так, ну и что? Взял себе клиф уже, алхимик. И вот это будет весело. У него там плюс башер уже появился, насколько я помню. И у него башер, у урса башер. Еще очень напряженная ситуация. Здесь интересно, будет ли они вообще за это драться. Потому что нет ургона живых. И, казалось бы, в принципе, можно отдать теперь два вышку. С другой стороны, он появится через 15 секунд. И можно, соответственно, цеплять на лассо. Пытаться быстро зафокусить того же самого Виспа. Иммершн. Там пошел подстанчик на кого-то еще. Сзади наступили на Мипошку. Мипошка сразу же умирает. Однако Гостика на размене забирают. Отличный эпицентр. Много дамаги мог бы внести, но не тут-то было. Летает Гостик с байбека. Гем вообще валяется никому не нужной. Тем временем ЛТВ пытается зафокусить у них Сану. Он под Саюшем. Ему вообще плевать. Он фуловый. И, скорее всего, его просто не получится никаким образом прикончить. Здесь даже просто хотя бы пол-ХП ему снести. ЛТВ отправились. Наверное, байбека нету. Иргона стоит уже отступать. На размене попытаются хотя бы забрать у нас Элма. Да тут отступать-то чего? Они фуловые. Они могут подраться. Элма. У него уже нету Эгиса. Так что можно спокойненько его забрать. Так как улетел отсюда Алхимик. Действительно, он стал легкой жертвой. Ну вот и минус. Как убивать Алхимоса под Саюшем? Ну то есть, понятное дело, что сначала надо фокусить Саюша. Но вот как потом... Как все равно убивать Алхимоса? Это еще большой вопрос. Да, он действительно очень плотно. Много ХП себе набрал. Он просто какую-то критическую массу приобрел. Видимо, тут все равно тут больше за счет байбека от Саюша получилось денег за спиритами. Но преимущество до сих пор не набрано. 15 против 24 фрагов уже имеется. Аванпосты захвачены силами света. И, в принципе, Ашера начинает как-то контролировать эту карту. Гораздо лучше, чем эта ситуация была 10 минут назад. Ну и поздравляем их. Действительно, они прям пережили этот кризис свой. И начали давать очень хорошо сдачи. Вот в целом, неудобная ситуация получилась. Возможно, стоило бы Никса оставить. И никого бы не забрали. А, это опять Чарл. Да, опять Чарл. Но это можно... Я даже не знаю, за кому давать. На самом деле, я бы Бошу отдала. Правда, у нее тут фото-то есть. Да, есть. Можно брассеры выложить. Ну, или Стику даже. Для Легионки дополнительный подхил на Саюша, который, в свою очередь, будет хилить Алхимика. Классическая схема тройного хила. Так, и Бабочка дальше будет у Алхимика. Просто прям по хардам идет. Потому что делает Висп тем временем. Выглядит как Шива. Почему как Шива? Ко-моему, как Лотус. Как Лотус, да, точно, как Лотус. Просто так замолчала, я подумала, ну, если это не Лотус, значит, еще какой-то вариант. Не знаю, я ждала от тебя какой-нибудь вишка шутки. А. Какой? Не знаю, да. А где, если не сейчас? Внезапно, это внезапно. Так, будет ли Смок от ТС, потому что они собираются играть как-то вместе. А вот и Бабочка. Какой же сейчас затаренный Алхимик. Но сейчас ему себе уже самому особо нечего фармить. Разве что как, ага, БКБ решил. И что он будет менять с БКБ, интересно. Конкретно в этой ситуации. Ну, в принципе, неважно. Можно и Радика выложить, и БКБ поставить. Можно. Тарас просто как-то кажется немного жирновато. Лотус, получается, у нас будет... Не будет выглядеть как полет друг на друга. Вроде тестил у нас у нас, когда вышел патч. Как будет работать Лотус на агонимный штормкамер. И там просто ответный стан. Ничего особо интересного. Минимальная анимация. Так. Чекнули Рошана. Рошан стоит, ждет. Да, Рошан как-то немного стушевался. Как-то не так уже застряешь на нем внимание. Но это уже второй Рошан. Это будет сырая Егис. И такие, я думаю, для себя повара похотели бы спириты получить. Самое главное добраться до Рошана. Им это тоже будет сделать довольно трудно. Забирать они Рошана будут быстро, конечно. Но не настолько моментально, как это мог бы сделать Элма. Поэтому проигранная драка какая-то, которую сейчас могут навязать Ашеры, это гарантированный минус Рошан. А сами они в драку как-то особо не лезут. То ли не чекали Рошана, то ли наоборот. Они не хотят на него пытаться заходить. И Мершин откапывается отсюда, замедлен. И все равно смог за счет линка и откопа уйти и сделать телепорт. На самом деле освободили довольно много места за счет этого. Можно как-то еще с интерчками обставиться, что ли, и заходить все-таки на Рошана, пытаться. У них хороший вар стоит об сервере. Возможно, даже какой-то смоук спалит все-таки. Оп, нашли Эргона. Нашли также еще Мишу. Как цеплять вопрос? Большой вопрос. Больше надо цеплять. Правда, здесь как-то вот блинки не в почете. Поэтому видим то, что действительно догонять ножками приходится. Да. А если взять что у Тини еще и паучьи ножки есть, то совсем неудобно его догонять. Никс. Они пытаются забайтить на файт. Они сейчас чувствуют, что они сильнее. Они просто жирнее, банально. Да, да. Их будет очень трудно забайтить. Мы видели, что в предыдущем файте спириты нанесли на 2000 дэмэджа больше, нежели их оппоненты. Но при этом все убить алхимика, который не получилось. Он подставился чуть-чуть уже, минус две трети лица. И кажется, тут проблемы могут возникнуть у Бэтрайдера. Хотя он неплохо Саюшу поддержал. Саюшу практически забрали и должен добивать ЛТВ. У него получается это сделать. Это уже минус два саппорта. И дальше вопрос за корами. Миша держится еще как может, конечно. И действительно добивать спиритов тоже начинает. Проблемы по хп-шке начинаются. Никс по-прежнему фуловый. И ульта работает у него на славу. Правда, сейчас сам себя застанет. Тысяча секунды. Есть откинцы, не успевает встанить себя. И тут эпицентр кастуется от Эмершина. Вот и теперь минус хп-шка пошла. Теперь уже фокусить начали. Это минус четыре в размин на одного Миши. Нет, еще на Эмершина, который вайбокался. На самом деле суперсильная инициация от Гостика, которая позволила зацепить Саюша сразу же влет от ЛТВ. Позиционка от Team Spirit была наилучшей. Тут было и так прекрасно понятно. Они находились на хайграунде со стороны своего шрайна. И тот самый огнивный Шторм Хаммер позволил ЛТВ снести сразу два лица двум саппортом за одно БКБ, что очень-очень выигрышно в самом начале этого файта. Ну а дальше делал уже техники, потому что понятное дело, что Алхимик без Саюша так долго жить не может. Если оставить его вообще без его тиммейтов, убить и Элси, соответственно, от Зоин Дюрсу, то все. Сачи легко решается. Ну здесь палка в двух концах. С одной стороны, можно сказать, действительно, что это очень хорошая инициация от Spirit была. А с другой стороны, плохая позиционка, возможно, от Ашеров. А может, им вовсе не стоило идти на эти два вышки. Ну видишь, они байтили, они были суперуверены в себе. Мы помним такой же момент от Никса на тир-1 вышке, когда он в соло пошел на мидл. Вроде как сзади него стоит его команда, но его сразу же вытащили через Лассо, форстанули и зафокусили с легкостью. Здесь то же самое примерно. То есть Ашеры были суперуверены в том, что они очень танковитые, они могут принять любой файт. Оказалось, что в том случае, если ЛТВ влетает в двух саппортов, то это ГГВП вместе с Лассо, соответственно, от Гостика. Это действительно так. Ну и что у нас с Венна? Бладторн себе уже дособрал практически. Осталось только рецепт купить на Орчат, и все будет пучком. Сыр себе оставил. И 24-й уровень. Пока у нас до 30-х дела еще не доходит, только 25-й начинает набираться. Но, кстати, 35-й минуты игры уже так-то. И тут не за горами следующий тир-шмоток. Ну он уже постепенно начинается. Кстати, у нас Бладторн на Свене. Будет очень больно. Ну и в принципе уже больно. И так-то влетает. Да, ему самое главное порваться. Как-то атак спиды, что ли, такое ощущение, что не хватает. Хотелось бы какого-то бафа получить. Но все равно, если у него получается вгрызться, если ему не мешают... А помешать здесь мало, чем можно. Ну, разве что там Бош ультанет в него. Через БКБ, неважно через что. И вот плюс 40. Качал себе на 25-м уровне. И сам Свен взял себе 25-й. Ну что, дело пошло. Еще один файт. Спирита готова драться и реализовывать свой Егис. У них есть шанс, потому что там, кажется, загуляли товарища. Да, на бете смог. Миша понимает, что походу его спалили здесь. На него нападение. Вингу попытается стереть сразу же. Влет на Саюша от ЛТВ. Это минус Висп снова. Уже во второй драке подряд. И что дальше делать? Под БКБ. Никс вместе с Элмо разбираются. Против первой жизни Тини. У него все еще есть Егис. Он все еще вернется. В этот момент ЛТВ добивает Лича. Ну и Башка точно здесь отъезжает. Без каких-либо вариантов. Без каких-либо шансов. И теперь вопрос только в том, за сколько времени прикончет Алхимика. Бьют его долго. Нудно. Скучно. Но добивает. Разрываем его на части. Это минус 4. Как только закончилась БКБ, сразу по сути и демаль закончилась. По факту самое главное, чтобы не заканчивался Саюш. И при этом всем они два БКБ потратили ровно в Тини. У которого была Егис. Он на такой рейндж сейчас уже не уйдет. Где его не достанет ЛТВ. Вот в этом как раз проблема его Аганима. То, что он его допрыгнет. Типа у тебя всегда есть ГОСТ. У тебя есть много других замечательных предметов, которые помогают жить. Да ГОСТ не ГОСТ его законтролит. Вот видим, что просто в трон пошли. Действительно, байбеков нет. 60 секунд не будет Алхимика. 50 секунд без Легионки. И это попахивает законченной игрой для команды Ашер. Но борьба была хорошая, конечно. Но возможно именно тот самый файт на Т2 вышке противника оказался для них фатальным. Может они навязали бы сами драку. Все-таки смогли бы найти кого-то в смоках. Они бы гораздо больше успели бы сделать. И вот видим последние два файта. Не, они его начинали. И все шло уже по известному месту. Тенденция того, что Лич проигрывает в этой игре. Еще начиная с мейджора. Продолжается уже на париматче. Но с другой стороны понимаем, что... Но здесь Лич подфидонил все-таки. Слишком много умирал. Ему сложно здесь. Ему крайне сложно здесь. А во-вторых, конечно же, во-первых, мы видим новую силу Аганима от Свена. Плюс-минус доказано, что вроде работает особенно против таких тонких саппортов. Ну и во-вторых, конечно же, вопрос в том, что Алхимик должен доминировать по инотворцу. Он ни разу этого не делал на протяжении почти всей игры. Мы либо видели там плюс тысячу максимум на Ашеров. Но, соответственно, все остальное время тем спириты имели бы голодный плюс. Ну, на себя он доминировал. Просто больше здесь дело в отставании всех остальных. Элма мало зарабатывал. Там не особо много. Бош денег заработал. Он хорошо врывался. У него были хорошие дуэли. Но денег у него особо не было. Так что Алхимик, со своей стороны, здесь делал максимум возможного. Ну, свои деньги выносил, по крайней мере. Ну, что ж. Это, конечно, было классно, но проиграли Ашеры. И они уже в карте считают вылет из этого лана. Но а что они будут на следующий делать и по пикам, и по этой карте, расскажут наши студии аналитики. Да, расскажем. Очень интересная игра. Очень много, ну, как всегда у нас в этих играх с новой метой, новых айтемов, механик. И необычных вещей. Вот, например, в этой игре случилась такая ситуация, довольно забавная. Она, конечно, не помогла победить. Но до этого я подобного не видел. Тинни пришел в лес к Алхимику, засыпал его лавиной, выбил себе лопату. И лопату Алхимик забрал. Такого я еще не видел. Но это будет часто происходить. Но, тем не менее, не помогло. Не помогло. Хотя лопата для Алхимика один лучший предмет. Ну, лучший тир-1 предмет, наверное. Можно выкопать баунтирунку. И это очень приятно. Можно выкопать гнола и убить его. Такое тоже было. Ну что, чего не хватило этому драфцу с Алхимиком? Вроде вот он. И даже в какой-то момент казалось, все, они перевернули, вышли в контратаку. Мне кажется, две причины, на мой взгляд. Первая причина, это просто то, что, ну, так, будем честны, спирит просто получше выглядит. Да, как вот. Получше двигаются, получше там действуют. И это важно. Да, то есть, как бы мы там не анализировали или что-то там не рассказывали. Есть просто команда более сильная, лучше подготовлена, с более, ну, сильными игроками, индивидуально и командно. И, ну, естественно, она где-то может перевернуть и так далее. Мне кажется, спирит просто здесь фаворит изначально. Это первое. И мы это не можем, как бы, игнорировать. А второе, это то, что вот Висп, Висп, да, и Алхимик вообще не стакуются в игре, как мне кажется. Не стакуются почему? Потому что герой на четверке, он там что должен делать на этой линии? Он должен нон-стоп уходить, стакать треугольник. Короче, должны быть стаки для Алхимика. Нифига не было стаков для Алхимика. Алхимик постоял в Миде, постоял там, ну, скажем так, нормально. Тинев посильнее будет герой, но у Алхимика было неплохо с Мида. Он оттуда ушел в лес, а в лесу пусто. То есть для него площадку не подготовили. Потому что обычно Алхимик уходит, когда со своей линии, будь то Мид, будь то легкая, неважно. Идет в лес, а там тройной, четверной стак. И бам-бам-бам, супер быстрый буст, да, до предметов каких-то. И, собственно, так Алхимики и выигрывают. По-другому они обычно не выигрывают. Здесь этого не было, но вот и результат. Как по мне. Ну, как бы, почему так все было не круто, почему Алхимик неожиданно всех не убил. На старте еще и Шеры запутались очень сильно. Они пытались найти вот этого бэтрайдера, да, чтобы поставить как раз-таки легионку против него. Ну, вроде они нашли, но, опять же, ты оставляешь... Зачем оставлять даблу, а против этого бэтрайдера ставить? Супермен. Когда ты можешь спокойно виспа перетянуть туда на трипл-лайн, и там будет стоять Урса, Лич и, соответственно, Висп. Ну, это такая, знаешь, линия очень хорошая для дефа, потому что у тебя есть армор Лича, Урса трудно пробить, и, соответственно, Виспа неплохо откиливает. Если суппорты там не подставляются, то Урса находит какой-то фарменный вот против вот этой агрессивной линии, да, в Тринюка у Тим Спирит. Но когда ты там стоишь даблой Урса-Лич, то, ну, соответственно, туда никто не может подойти к этим крипам. Потому что, ну, три героя, они априори будут сильнее двух персонажей. И у Урса там было ноль, по-моему, крипов, у Суэна уже было на тот момент, по-моему, 10 или 11. И драки очень плохо принимали вот в этом мидгейме, потому что очень много продавали. Знаешь, в Спирит они бегали, как у Джина Интернешнл, по всей карте, там уже на 11-й минуте под Трит-Тавар тебя загоняли, и ты ничего против этого не делал. Ты нигде-то не подлавливал, ты не делал никакие засады определенные, хотя они делали это из раза в раз, каждую минуту абсолютно. Они тебе вокруг этого мид-таура бегали, и ты не пытался там, знаешь, как, ну, просто обычный засад делаешь и пытаешься там предугадать и в большинстве оказаться. И чтобы там убить, сразу разменять какого-то персонажа, который пойдет именно нырять под Тавр, сразу моментальному там какое-то дело сделать определенный нюк, чтобы он сразу умер, и потом уже под этим Тавером в преимуществе за счет твоей пушки просто выиграть эту драку. Но постоянный вот этот конвейер, который не дал алхимику очень сильно оторваться в начале, он и как раз привел к тому, что спириты отожали своего Свена, ну, а Свен будет, ну, посильнее алхимика в лейтгейме. Да, тут еще этот аганим, который освобождает, как бы, слот, блинка, можно сказать. И драки мне тоже не нравились, как они проводились. Во-первых, вот тебя вкусили Виспа, Висп даже не захотел взять один из первых артефактов, это Гост. Ну, тебя просто прыгает Свен, вырезает тебя с трех ударов. Он просто на тебя летит, и ты видишь, как он летит, вот этот Супермен просто в Виспа врывается, ну, нажми сразу Гост. До... Ну, во время полета. Ты, как бы, реакции должна хватать у этого парня. Но почему-то Гост не решился взять сразу моментально, его там Свен с трех ударов вырезал, Лич тоже. Он такой герой, что он дает определенные бафы, если у тебя еще фортанет с твоей ультой. Ну, тоже не очень сильный персонаж, как раз, чтобы в драке присутствовать. Не хватает каких-то определенных дизейблов у Ашеров. Вот здесь драка. Тоже они вроде стоят, но у тебя сейчас... Вот они в кучке собираются. Ты протестанно в куче, зачем собираешься? Ты не пытаешься выдерживать какую-то позиционку. Леешь на эти хайграунды, ну, понятно дело, у тебя вкусят. Вот этот Висп. Да, залезли очень далеко даже, несмотря на то, что Свен попозже подошел. Они вообще вот там вот где-то в елках должны стоять. Этот Лич, этот Висп. Висп, он тебе должен влетать. У тебя алхимика слишком отожженная. Его так просто не пробить. Ну, псы на его артефакты на этой минуте. Он должен влетать, если прям какая-то прям критическая ситуация будет, чтобы его засейвить с помощью ультимейта, отодвинуть буквально там где-то на Тир-1 Дайровский Тауэр, и потом опять же отрегениться за счет Тараски и прийти обратно в драку. Но нет, он почему-то в драке. Думай, что этот поворщай, что там тизер будет прям жестко помогать в этом замесе. Но на самом деле это не так на тот момент, на той минуте. Как же хорошо Свен Виспа каждый раз врывался. Вот как раз сказано было вначале, что Виспа надо убивать. Легко, кстати. Но если так подумать, это прикольная тема против Виспа. В том, что, например, вот блинк. Ты делаешь блинк на Свене к Виспу, потом стан. Ну типа ты делаешь блинк, а Висп мувнулся немножко, стан, пока долетит. Там Висп нажал какой-нибудь тизер, улетел к тебе. А тут, получается, нельзя увернуться. Ну то есть летит молоток, и как бы ты не мувался на Виспе, что бы ты ни делал, он типа до тебя долетит. Сюда она кажется рядом. Да, но как бы действительно есть такие предметы прекрасные, как Гост, как Иул, да, и как Айон Диск. То есть вот эти вот предметы, все, ну чтобы тебя не смогли зафокусить за секунду. И это супер важно, супер важно. Потому что если бы Висп жил, если бы Свен влетал бы в Виспа через всю вот эту драку, пока Алхимик там кого-то режет, влетал бы, включал бы ульты, раздувался бы в БКБ и не мог бы убить Виспа, и стоял бы, ходил бы, смотрел бы на него, пока он там в гости, скажем, 4 секунды, а потом бы Висп бы еще на тизере Куанту улетал, и Свен бы опять за ним бежал, то кто знает, как бы эти драки бы обернулись. А когда Свен просто влетает и за один стан убивает Виспа сразу, дальше идет убивать всех остальных, это не круто, потому что я напомню, Висп четверка, то есть это не герой пятерки, который там, окей, совсем без денег, и ладно, пускай там на него кор тратит БКБ, там стан, может оно и к лучшему. Это четверочка, четверочка должна вносить побольше импакта, тем более Висп, это жадная четверочка, он еще и нафармил, там у него там куча предмей, ему там отдавали каких-то предметов из леса еще, он должен вносить больше импакта, чем просто развести вражеского кора на стан и три удара. Так что... Это не импактово. Ошибка, ошибочка. Как банально бы не звучало, у Спирит, ну просто нюков больше, они в драке могут... Станов. Да, Станов, не нюков, Станов именно, дизейбл. Они тебе в драке могут жестко дизейблить, а ты как раз ничего не можешь делать, ты бегаешь, пытаешься рассчитывать на стан алхимика, что он его хорошо зарядит, ну и ультимейт легионки. Все про все у тебя. И Синистер Гейс. Синистер Гейс, да, конечно. Конечно, если лично, то за место за два удара от Лизи Свена. Ну да, как-то не... Вот Алхимик с Веспом, я уже сказал, не стакается именно по игре. Вообще, конечно, в драке прикольно. Логично, там Алхимик под Веспом. Довольно интересно это все, если Весп не умрет. А еще, конечно, Алхимик и Урса вместе. Ну, два кора, на самом деле, если так подумать, не о том, что они делают вначале там на линиях, или там первые 15 минут, а вот драку мы берем, уже конкретную драку на 30-й минуте. Два кора делают одно и то же, они просто бьют кого-то. У них нет ни станов нормальных, ну, как бы, ни дизейблов, ни чего, они просто вот слишком однотипно. Слишком... Как правило, стараются не брать двух однотипных коров, у которых одна и та же задача в драке будет. Это не очень здорово, это потому что... Ну, в принципе, они оба контролируются, они говорят, тоже Гастовут. Они могли накинуться на одного героя, например, а он Гастову бы нажал. И они бы тоже стали бы смотрели. Часто стараются варьировать дамаг, то есть комбинировать, точнее, его, чтобы был один магический кор, другой там физический, либо миксованный урон. Почему гирокоптер хороший, например? Потому что он и так и сяк умеет. Вот, а эти два просто бьют рукой. У обоих физический урон, его много, но это все так себе. Взяли вроде Эльбис. Мне еще один момент не понравился. Это выбор второго артефакта на Алхимике после Рэддинса. Против такого количества нюков собрать сразу Тараску. Да, ты на Легионку надеешься, но все равно сам не плашай. Нужно Блокенбар собирать было, потому что пресс за атаку, она тебе снимет там один стан, а их там еще девять. Там реально много. И как ты против этого будешь? Потому что как раз была драка, они поверили в себя, поверили в свою Алхимику, пошли вперед. Был Рэддинс, Тараска. Они идут вперед, Алхимик стоит, бьет Тауэр, его просто ловит Бэтрайдер, его отвозят, его закидывают нюками, Легионка не успевает, она там кинула пресс за атак, опять же, влетел еще один стан, и Алхимик лопнул. Так не должно быть. С таким Алхимиком, который идет там по нетворцу. БКБ он бы тоже умер, потому что его не выпустили. Нет, пресс за атаку и сразу БКБ. Не, ну понятно. Ну да, это, кстати говоря, драка, которая, возможно, все это можно обсуждать. Иногда бывает, что одна драка могла решить исход всей игры. Вот они бы, если бы в этой драке нормально бы все сделали, Хайр, кто знает, они, может, и выиграли бы вообще всю игру, и при том сразу. Потому что, если бы там засейвили бы Алхимика, и они бы просто развернули бы, и подрались, и выиграли, Алхимик был тогда, он был в суперкондиции, сноуболить. Просто другой вопрос, что его сноубол, и переехал его самого. Он подошел к вышке, почему-то один его просто убили. За кучу нюков, станов, и так далее. Это просто плохо сыграно. В этих драках только Рэддинсом жёшь. Вот ты, да, толстый, но такое количество нюков, они тебя просто съедают. Тебя Свен это бьет постоянно, у которого очень жесткий дэмэдж. Это Тараска, ну сколько Тараска там дает, тысячу здоровья? Ну да. Не так много. Против Свена, который тебе за три удара это тысячу здоровья просто убивает. Опять же. Тенденция с этой Тараской уже не первый раз. Просто ты собираешь этот Блкинбар, выиграешь одну драку, вот ровно одну драку, и через эту драку у тебя появляется Тараска. Это Алхимик. И ты обычно вот радик БКБ, ты сразу жмёшь смок, идёшь в драку и выигрываешь её. Ну что ж, мы уйдём на небольшой перерыв. Перед перерывом я вам объявляю, что вы можете присоединиться к обсуждению на dota2.ru.gg, а мы вернёмся к вам совсем скоро с преддверия аналитики следующей карты.